Всем привет, с вами Андрей Санар. Давайте без лишних слов испытаем новый джонбот, который я анонсировал позавчера. Сейчас я вкратце расскажу и покажу из чего он сделан, ну а потом сразу будем кататься. 35 килограммов ровно. Лодка сделана из материала под названием аэрдек. У него на самом деле много разных названий и ДВФ, и дропстич, но суть одна и та же. Это два толстых слоя ПВХ ткани, которые прошиты тысячами прочных нитей на одном определенном расстоянии. Смотрите как это выглядит. Вот это кусок аэрдека. Он поставляется в здоровенных рулонах, из него вырезаются детали нужной величины, борт герметизируется. Вот они, ниточки. Они находятся на определенном расстоянии, в данном случае это 15 сантиметров. С внутренней стороны, если посмотреть, очень-очень прочная такая тканная основа. А с двух сторон, снаружи, толстый и прочный слой ПВХ ткани, примерно равный по плотности 1100 грамм на квадратный метр. Вот демонстрационное, уже надутое изделие, в котором видно, как расположены нити. И эти нити удерживают обе стороны на одном и том же расстоянии. Ну вот лодка накачана, рабочее давление 0,8 атмосферы. Качал я обычным Браво БТП-12. Также его достаточно просто качать с помощью насоса для сапов. Самоотлив. Как и ожидалось, самоотлив работает нормально. Вода вот должна стоять вот в этих канавках, но больше не заходить. Пока греемся. Идем на малом ходу. Что у нее с управляемостью? Это же плоскодонка. Ну, надо сказать, поворачивает. 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 Вот так вышли на Глис. Вообще на полгазика на Глис вышло. Идет ровно, ровно, ровно. Вообще ни дельфина, ни каких-то колебаний. А в вираж она еще интересно, как входит. Она легонечко кренится, встает на борт. Вот не ожидал. Ну, просто шикарно. Друзья мои, это успех. В треть газа 24 км в час. 43,4 видел. Я еще на своем моторе таких скоростей не видел. У меня грузовой винт стоит. Я не думал, что лодка может вообще в принципе разогнаться до такой скорости. У меня на винте максимум я видел на какой-то спортивной лодке 42 км в час. А сейчас 43,4. Вот он, спорт. А, хреть, мать! Таких скоростей я еще на этом моторе не видал. Вот это скорость. 37, 39, 40 вдвоем! Берег, 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 берег. Слушай, быстрая лодка. Охрененно быстрая лодка. Берег, берег. Берег, берег. Берег, берег. а как насчет того чтобы постоять в лодке блин настойчивая не стоя ловить вообще одно удовольствие будет стоит как деревянный пирс вот что угодно можно здесь сделать твердый пол хоть и надувной чем что я хочу сказать проектик удался но главное применение этой лодки я все-таки вижу в том чтобы на нее ставить лотоходный моторчик и ходить по каким-то мелководьем узеньким речкам короче забираться в те места которые на обычной моторной лодочке не забраться а чем дальше мы заберемся тем более непуганную рыбу мы найдем и обязательно ее поймаем так что надеюсь что эта лодка будет служить таблеткой от рыболовного прессинга ну чтож пойдем на берег и будем эту лодку сворачивать вот кстати забираться то как удобно раз раз и зашел самоотлив тут вот такой очень высокопроизводительные рабочий и в лодке кстати нет воды когда движемся вот так вот работает самоотлив да напомню лодка абсолютно плоскодонная не установлено никаких продольных риданов не плавничков для улучшения курсовой устойчивости сейчас хотелось именно испытать ее вот как она есть без всяких 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 дополнительных штук которые могут улучшать курсовую устойчивость для того чтобы ходить на ней по каким-то мелководным водоемом конечно донышко нужно забронировать лучше всего это сделать с помощью тпу пленки это добавит еще около пяти шести килограммов веса но зато донышко будет уже вообще непробиваемым rd и так не просто проткнуть но учитывая то что применение лодки будет сугубо мелководным поэтому дополнительная защита никогда не помешает ну а теперь проверка на сворачиваемость хочу вообще без насоса без подготовки просто ее свернуть и посмотреть как она свернется баночку в последний момент сколхозил сам поэтому она вообще не обработанная просто лобзиком выпиленная у этой лодки транец длиной 114 сантиметров поэтому сверток получается достаточно длинный но достаточно узкий испытания под обычным лодочным мотором прошли просто великолепно следующие испытания будут под болотоходом мне просто нужно еще болотоходы пришедшие ко мне собрать запустить посмотреть как они вообще работают после этого проверим эту лодку с болотоходным мотором на каком-нибудь жабовники с вами был андрей сонар всем пока